Здравствуйте! Тема моей сегодняшней презентации это последствия закрытой черепно-мозговой травмы, классификация, клиника лечения, трудовая и военная экспертиза. Закрытая черепно-мозговая травма это повреждение черепа и морга, которое не сопровождается нарушением целостности мягких тканей головы. Последствием закрытой черепно-мозговой травмы относятся истощение нервной системы, повышенная утомляемость, раздражительность, постоянная пульсирующая головная боль, при которой обычные анальгетики не помогают, головокружение, часто возникающие моменты физической нагрузки, нарушение сна, которое проявляется бессонницей или прерывистым сном и возникает у пациента необходимость в постоянном применении снотворных средств, эмоциональная нестабильность, нарушение контроля своего поведения, человек может вести себя необоснованно агрессивно, снижение уровня интеллекта, ухудшение памяти, депрессивные состояния из-за ощущения беспомощности перед болезнью и также эпилептические припадки. Классификация черепно-мозговых травм. По сообщению с внешней средой бывают открытые, закрытые и проникающие. По морфологии черепно-мозговые травмы делятся на сотрясения, ушиб, бес и с издавлением головного мозга, издавление. По степени тяжести легкая, средней тяжести и тяжелая. И по тяжести состояния пострадавшего удовлетворительная, средней тяжести, тяжелая, крайне тяжелая и терминальная. Клиника. Сотрясение головного мозга характеризуется отсутствием утраты сознания или кратковременной утраты сознания после травмы. Больные жалуются в таком случае на головные боли, тошноту, реже рвоту, головокружение, слабость, болезненность при движении глазных яблок. Может быть легкая асимметрия сухожильных рефлексов. И также наблюдается ретроградная визия. Ушиб головного мозга по клиническому течению выраженности повреждения мозговой ткани разделяет на ушибы легкой, средней и тяжелой степени. Ушиб мозга легкой степени, когда после травмы отмечается утрата сознания от нескольких минут до 40 минут. У большинства имеется ретроградная амнезия наперед до 30 минут. Характерна головная боль, тошнота, рвота, головокружение, ослабление внимания, памяти. Могут выявляться нестагм, иногда легкий гемипорез. Может выявляться легко выраженный менингиальный синдром, брадий и тахикардий. Ушиб головного мозга средней степени тяжести. Это утрата сознания, которая длится от нескольких десятков минут до 2-4 часов. Наблюдается выраженная головная боль, повторная работа, горизонтальный нестагм, ослабление реакции зрачков на свет. Возможно нарушение конвергенции. Отмечают ассоциации сухожильных рефлексов, иногда умеренно выраженные гемипорезы, патологические рефлексы. Могут быть нарушения чувствительности и речевые расстройства. Менингиальный синдром умеренно выражен, имеется тахи и брадикардия, температура субфибрильная. Ушиб мозга тяжелой степени характеризуется утратой сознания, которая длится от нескольких часов до нескольких суток. Вогнетение сознания до сопора или кома. Могут быть выраженные психомоторные возбуждения, которые сменяются от ании. Выражены также стволовые симптомы, такие как плавающие движения глазных яблок и фиксация взора вниз. Реакции зрачков на свет и роговичные рефлексы угнетены. Глотание нарушено. Двусторонние патологические стопные рефлексы наблюдаются. Также имеются изменения мышечного тонуса и часто гемипорез. Могут быть судорожные припадки, нарушение дыхания и менгиальный синдром. К особой форме ушибов мозга относится диффузное акциональное повреждение мозга. Его клинические признаки включают нарушение функции мозгового ствола. Это угнетение сознания до глубокой комы. И летальность при таком виде черепно-мозговой травм очень высока и достигает 80-90%. Может сопровождаться образованием внутричерепных гематом. Давление мозга. Есть нарастающие и ненарастающие. К ненарастающим сдавлениям относятся сдавления отломками костей черепа при вдавленных переломах. Давление на мозг другими инородными телами. В этих случаях само сдавливающее мозг образование не увеличивается в объеме. А вот уже к нарастающим сдавлениям относятся все виды внутричерепных гематом и ушибов мозга, которые сопровождаются масс-эффектом. Лечение. Основная задача при оказании первой помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой – это не допустить развитие артериальной гипотензии, гиповизиляции, гипоксии, гиперкопнии, так как все эти осложнения приводят к тяжелым ишемическим поражениям мозга и сопровождаются высокой летальностью. В связи с этим, в первые минуты и часы после травмы все лечебные мероприятия должны быть подчинены правилу АБЦ. А. Обеспечение проходимости дыхательных путей. Б. Восстановление адекватного дыхания. Устранение обструкции дыхательных путей. Дренирование плевральной полости при пневмо- и гематороксе. И искусственная вентиляция легких по показаниям врача. С. Контроль за деятельностью сердечно-сосудистой системы. То есть быстрое восстановление объема циркулирующей крови путем переливания растворов кристаллоидов и коллоидов. А при недостаточности миокарда введение инотропных препаратов или вазопрессов. Трудовая и военная экспертиза. При ней необходимо установить объем бреда здоровью, который был нанесен посредством травмы на производстве. Также требуется установить тяжесть травм. Имеется ли черепно-мозговая травма или травма лица, полученная в бытовых условиях. Есть ли потребность получения компенсации на основании ранений, которые нанесены пострадавшему в результате военных действий. При трудовой экспертизе больному выдается больничный лист до 4 месяцев. Далее медицинская экспертиза для оформления инвалидности на 1 год. Военная экспертиза отсрочена на 6 месяцев после сотрясения. И затем человек голен, но уже с ограничениями. Спасибо за внимание.